МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Алматинскую область для консультации местных медработников прибыла делегация из Российской Федерации. Помощь в трудное время. Казахстанская ассоциация непрерывного образования подарила оборудование Талкурганским поликлиникам. На борьбу с вирусом. В моногороде Текили активно проводятся дезинфекционные работы. За самоотверженный труд по охране здоровья граждан по указу главы государства Касамжомар Татукаева орденом БАРС второй степени посмертно награжден главный государственный санитарный врач Алматинской области Кайрат Баймухамбетов. Он скончался 10 июля от пневмонии. Находясь на передовой и несмотря на опасность заражения, Баймухамбетов на регулярной основе посещал больницы, стационары и контактировал с пациентами. И соблюдая все меры предосторожности, вирус не пощадил и его. За образцовое исполнение служебного долга орденом Курмет награжден и врач центральной районной больницы поселка Узунагаш Жамбылского района Бегалидин Алашбаев. Ему было 36 лет. Президент страны отметил выдающиеся заслуги врачей перед отчизной и заверил, что их самоотверженность, проявленная при исполнении служебного долга, навсегда останется в памяти казахстанцев. Продолжаем выпуск. Российские врачи прибыли в Казахстан для борьбы с COVID-19. Напомним, 6 июля их рейс приземлился в Нур-Султане, где на протяжении недели они консультировали столичных коллег. Сегодня делегация прибыла в Алматинскую область. Группа посетила центральные и инфекционные больницы, расположенные близ Алматы. В составе прибывших 32 человека. Эпидемиологи, вирусологи и врачи других профильных направлений. Рабочий визит в ЖТСУ. Группа начала со знакомства с Карасайской центральной районной больницей. Руководитель медучреждения рассказал иностранным коллегам о методах борьбы с КВИ. Согласно алгоритму, больных необходимо фильтровать. В стационаре находятся пациенты с неподтвержденным КВИ. Отороженных изолировали от других больных в инфекционной больнице на 80 мест. «Лежит 325 человек. 328 лежит в провизорном, 45 лежит у нас в инфекционном стационаре. Они сейчас посмотрели, нашли кое-какие, сделали кое-какие замечания, дали нам советы. Эти советы, кстати, очень уместные. Мы приняли это к сведению и дальше будем разрабатывать, совместно с ними работать. Потому что мы сейчас объединились телефонами, средствами-связями, гаджетами и будем держать друг друга на связи». Не теряя ни минуты, делегация врачей отправилась в Ильинский район. Они однакомились с проводимой работой коллег из центральной районной больницы. На сегодня здесь имеется стационар на 210 коек и провизорное отделение на 250 человек. Учреждение оснащено восьми аппаратами ИВЛ, компьютерной томографии. Однако отсутствует ПЦР-лаборатория. «ПЦР-лаборатория нету. Мы все эти анализы ввозим в Инглиш-Казахский район. Там имеется ПЦР-лаборатория и там определяют нам. Сейчас вопрос стоит об установке к нам в Ильинский район о ПЦР-лаборатории. В ближайшее время этот вопрос решится. У нас до этого времени функционировали провизорные койки на 130 коек. С 12 числа мы еще открыли на 120 провизорных коек. Не может быть так, чтобы в Республике Казахстан они резко отличались от московских, потому что вы, опять же, пользуетесь международным опытом. Мы, безусловно, свои наработки предложим Министерству здравоохранения Республики Казахстан, но сказать, что есть большая разница в методиках лечения, ну, пожалуй, наверное, разница где-то недели в две. То есть, если, условно говоря, в России сейчас седьмые методические рекомендации, то на сегодняшний день вы пользуетесь теми же российскими только пятого-шестого пересмотра». «У нас есть чему друг друга поучиться, справедливо подчеркнули коллеги из дружественной страны. Казахстан и Россия должны объединить накопленный опыт, чтобы эффективнее противостоять неотвратимому врагу, считают медики обеих стран». Полезный опыт. Побывали врачи из соседней страны и в больнице Ембекши Казахского района. В прилегающих к Алматы регионах были зарегистрированы самые первые факты заболевания, а позднее и распространение коронавирусной инфекции. Из 624 человек с диагнозом коронавируса на сегодня лечение в стационаре проходят 374 человека. «Одни выздоравливают, но поступают другие. И чтобы медперсонал не выдохся, уже сейчас нужно оптимизировать работу», считают приехавшие специалисты. По словам директора Иссыкской многопрофильной больницы Жамили Абеовой, ежедневно к ним поступает около 20 человек. Пятеро из них – с симптомами острых респираторных заболеваний. Российские врачи отметили, что принцип работы у нас и у них одинаковый. Медучреждение разделено на зоны болеющих и выздоравливающих. На сегодня в стационаре 374 пациента с диагнозом COVID-19. 150 выздоровели и выписались. На их место поступают новые заболевшие. Поэтому весьма сложно создать условия для медработников, считают приехавшие специалисты. С ними они и ознакомились. «На сегодняшний день у нас развернуто 75 коек инфекционных для COVID-инфекции и 180 коек провизорных для неподтверждённого COVID-инфекции. И в основном это пациенты с пневмонией, с тяжёлыми вниманиями, средней тяжёлой тяжести. Общая нагрузка на врачей, на медицинский персонал, на средний, младший медперсонал. И учитывая эту нагрузку, Акимат Бешказовского района оказывает нам помощь в обеспечении проживания этих наших сотрудников вне дома. Это проживание в условиях здесь, в общем-то, чистого воздуха. Это санаторий Денсалок, где отработав смену 8-часовую, врачи, медсёстры, санитарки доставляются в этот санаторий». Медики из России высоко оценили меры, предпринимаемые в системе здравоохранения населения в период пандемии. Однако есть и вопросы, требующие доработки. Врачи из Российской Федерации, чей опыт в лечении коронавирусной инфекции, внесли некоторые рекомендации в областях диагностики, лечения и организации, где необходимо усилить работу. «Хотелось бы отметить, что при посещении всех клиник в Казахстане, в Алма-Ате и здесь, в Алма-Атинской области, уровень врачей, уровень подготовки врачей достаточно высокий. И мне всегда радостно встречать коллег, с которыми мы разговариваем на одном языке. Говорили о каких-то нюансах лечения, о схемах, которые сейчас применяются в Москве, о тех схемах и тех наработках, которые были успешны у нас. Поскольку мы чуть-чуть раньше вошли в пандемию. И некоторые вопросы именно по организации, по облегчению труда для медицинских сотрудников мы тоже дали, как удобнее работать, какими сменами удобнее работать». Исыкская многопрофильная больница строилась с учётом современных требований. И в случае необходимости есть резерв для увеличения койко-мест. А приобретённый за это время опыт показал, что врачи готовы к наплыву и к лечению опасных вирусных заболеваний. В Текиле вновь установлен санитарный пост и начались работы по дезинфекции города. Более ста улиц и 48 дворовых территорий попали под обработку специальным дезраствором. Причина объяснима. Кривая статистика заболеваемости за последние две недели стала неуклонно расти. Учитывая составляющую моногорода в туристической сфере региона, мера, по словам специалистов, вполне оправданная. Анализы более 150 текилийцев на коронавирус оказались положительными. При общей численности населения в 33 тысячи человек. Ситуация отнюдь не радужная. Количество заболевших в пневмонии тоже остаётся сложной. Воспаление лёгких диагностировано у более чем 50 человек. Местный провизорный стационар заполнен на 95 процентов. Учитывая, что Текили – один из туристически направленных регионов области, по поручению Акима области, на въезде в моногород установлен санитарный пост. А в самом городе ведётся активная дезинфекция. В выходные дни, праздничные дни в город Текили приезжает очень много гостей, туристов, отдыхающих, которые прямо по городу поднимаются в сторону гор, отдыхают. Но многие из них в результате заболевают. И поэтому хотим предотвратить, потому что этот город маленький, компактный. В основном проживают пожилые граждане. Санитарные мероприятия охватывают 48 дворовых территорий и более 100 улиц. В работах задействовано более 15 человек и две единицы спецтехники. Под обработку попали места наибольшего скопления людей – парки, скверы, детские площадки и рынки. С 8 утра до 2-3 обеда мы будем обрабатывать полностью город Текили. Каждый день, ежедневно обрабатывается. Используем гипохлорид натрия. 15 человек у нас сейчас в данное время, две техники. Усиленный режим карантина и в целом повсеместная дезинфекция продлится в Текили до конца июля, но при условии, если эпид-ситуация в моногороде нормализуется. Алексей Цой, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ, Текили. Второе дыхание. 820 пациентов с пневмонией выздоровели и выписались из Талдыкурганских больниц. Однако в инфекционные и провизорные стационары областного центра продолжают пребывать больные. На помощь талдыкурганским врачам и пациентам пришли волонтеры из Казахстанской ассоциации непрерывного образования. Их подарок областной больнице пришелся как нельзя кстати. Казахстанская ассоциация непрерывного образования, объединяющая 43 палдыкурганских частных детских сада, внесла свой вклад в борьбу с пандемией. Совместными усилиями ее представители собрали порядка 600 тысяч тенге и приобрели на эти деньги кислородный концентратор. Портативный аппарат ИВЛ передан медперсоналу областной больницы. Мы объединили немножко часть своих средств, купили концентратор, потому что это самая необходимая вещь для тех людей, которые попали вот в эту трудную ситуацию. Вот купили водички и хотим всем просто пожелать здоровья. Я в свою очередь от Совета директоров хочу выразить благодарность всем учредителям, заведующим, которые приняли участие в этой акции. Мы еще раз убедились, что когда мы вместе, мы сила. С 17 июня здание Талдыкурганской областной больницы получило статус провизорного стационара. Здесь развернуто 100 инфекционных и 185 провизорных коек. Сюда поступает наибольшее число заболевших Талдыкурганского региона. В этот период, когда вся страна испытывает трудности, отрадно осознавать, что есть люди, которые хотят помочь своим соотечественникам. Они делают большое дело. Хочу поблагодарить за бесценный подарок Казахстанскую ассоциацию непрерывного образования и ее представительниц. Ведь там трудятся по большей части женщины. И пожелать им крепкого здоровья. В нашей больнице около 200 пациентов с пневмонией. И им всем необходим кислород. Следует отметить, предприниматели бизнес-сообщества Алматинской области Active Bassiness Community совместно с благотворительным фондом Шугала планируют также приобрести для Талдыкурганских больниц порядка 70 кислородных концентраторов. Первый транш помощи «Подари жизнь» на сумму 7 миллионов 600 тысяч тенге уже стартовал. И вновь людей пугает рассылка в мессенджеры WhatsApp. На этот раз в сообщении утверждается, что вода Капшигайского водохранилища просто рассадник пневмонии. Однако информация не нашла официального подтверждения. Капшигайское городское управление контроля качества и безопасности товаров и услуг информирует о том, что санитарно-эпидемиологической службой города не проводились отборы проб воды из Капшигайского водохранилища с целью исследования на наличие возбудителя в ней коронавирусной инфекции, говорят в пресс-службе ведомства. Также Капшигайским городским управлением ККБТУ ежегодно с мая по сентябрь проводится исследование воды по эпидемиологическим показаниям на холерновиброн, вирусный гепатит А и на энтовирусы. На данный момент вода соответствует санитарным нормам. К другим темам. В Казахстане разрабатывают меры для защиты здоровья спортсменов. Они будут включать в себя различные мероприятия, фармакологическое обеспечение, медицинское обслуживание и диагностику, а также новый регламент по возобновлению учебно-тренировочных занятий спортсменов и другие актуальные положения. Об этом стало известно в ходе онлайн-совещания Национального олимпийского комитета Казахстана и Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. В условиях быстро меняющейся эпидемиологической ситуации нужно предоставить все необходимое для обеспечения этой задачи, задействовать и эффективно перераспределить имеющиеся ресурсы двух ведомств, прокомментировали специалисты. Восточный Казахстан на грани мусорного коллапса. К неутешительному выводу пришли экологи. Специалисты проверили полигоны для складирования твердых бытовых отходов и выяснили, из 413 хранилищ санитарным нормам отвечают не больше 30. Экологи возмущены не размерами мусорных полигонов, а условиями складирования отходов. По санитарным нормам хранилище должно находиться в километровой зоне от жилых массивов. Нормы складирования ТБО соблюдены только на 32 полигонах. В районах области разрослись 500 несанкционированных свалок. А вот единственный на весь Восточный Казахстан мусороперерабатывающий завод запущен в моногороде Риддер. К борьбе за чистоту подключились местные предприниматели и вложили в дело 300 миллионов тенге. В столице выявлено сразу несколько фактов незаконной продажи лекарств. Полицейские задержали мужчину, пытавшегося продавать лекарства без сертификата безопасности. При осмотре его автомобиля было изъято 165 упаковок с капсулами китайского производства. Задержанный признался, что купил препараты через интернет. Во втором случае был задержан 33-летний мужчина. Полицейские сообщают, он пытался перепродавать дефицитные жаропонижающие лекарства. И в третьем случае сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 6,5 тысяч масок. С начала проведения рейдов сотрудники департамента зафиксировали 38 фактов незаконной торговли медицинскими препаратами и средствами защиты. Общая сумма изъятых веществ превысила 16,5 миллионов тенге. Около 50 тысяч детей в этом году пойдут в первый класс в Алматинской области. Такой прогноз делает региональное управление образования. Прием документов в первый класс будет доступен до 1 августа. Подать заявление можно двумя способами. Подробнее обо всех нюансах поступления в школу расскажет Анора Магильдинов. Прием документов впервые проводится двумя способами – электронно и письменно. Большинство родителей выбирают второй вариант. Так поступила и талдукурганка Оралхан Умбетова. Как поясняет мать троих детей, для нее этот формат более привычен и удобен. В этом году в первый класс пойдет мой сын. Он у нас второй ребенок в семье. Хочу, чтобы обучался в той же школе, что и моя старшая дочь. Мне нравится это учебное заведение. Однако специалисты рекомендуют перейти на электронный формат. В период пандемии это безопасно. А учитывая занятость родителей, то и оперативно, говорят они. Для подачи заявки онлайн необходимо зайти на сайт ЕГОВ. В разделе «Услуги» найти сферу образования. И там каждый родитель сможет получить краткую инструкцию действий. Рассматривается заявление всего один день. Чтобы подать электронное заявление, у родителей должна быть электронно-цифровая подпись. Если у них нет ЭЦП, то мы в школе создаем временную электронно-цифровую подпись. У нас есть два специалиста, которые этим занимаются. На сегодняшний день через подачу электронного заявления мы приняли более ста детей. Удобство онлайн-заявок в том, что через интегрированную сеть мы можем узнать статус семьи ребенка. Положено ли ему бесплатное питание, где проживает семья. Дети, которые живут близко к учебному заведению, принимаются в школу в первую очередь. Прием документов ведется до 1 августа. По прогнозам регионального управления образования, в этом году в первый класс пойдут около 50 тысяч детей ЖИТСУ. В Минске и других белорусских городах несколько сотен человек вышли на стихийные акции в поддержку оппозиционеров, которым было отказано в регистрации кандидатами в президента. По данным правозащитных организаций, задержали свыше 30 участников несанкционированных манифестаций. Среди них журналисты, блогеры несовершеннолетние. Ранее днем в Центре избирком забраковал большую часть подписей, собранных оппозиционером Валерием Цепкало. Председатель ЦИК также указал на ошибки в декларации данных экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико и на участие в его предвыборной кампании иностранной организации. Сейчас он находится под стражей по обвинению в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. Этих двух кандидатов считали наиболее серьезными соперниками действующего главы государства Александра Лукашенко, чью кандидатуру ЦИК зарегистрировал. Министерство обороны Азербайджана обнародовало видео, на котором, как сообщается, показан удар по армянскому опорному пункту на границе двух стран. В районе города Товуз произошло вооруженное столкновение, и пока ситуация остается напряженной. В Баку сообщили, что потери за два дня достигли четырех человек. Вереване отмечают, что с армянской стороны потерь нет. Пять солдат и полицейских получили легкие ранения. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях. Экспериментальная вакцина против COVID-19, которую разрабатывает американская компания Moderna, смогла вызвать иммунный ответ у всех добровольцев на ранней стадии изучения. Исследование показало, что некоторые антитела были произведены после одной дозы вакцины. Однако через четыре недели потребовалось введение второй дозы, после чего вакцина вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 добровольцев. Ожидается, что 27 июля Moderna начнет гораздо более масштабное исследование вакцины третьего этапа, в котором примут участие 30 тысяч участников в 87 местах. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова